МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Святая святых. Секретная комната. Сейф. Там деньги. Много денег. И именно эти деньги пойдут на выигрыш участникам программы Сделка. Сделка – это игра, в которой не бывает наигравших. Наши участники должны ответить на один единственный вопрос. Да или нет? Взять или отказаться? Интуиция – счастливый случай. Вот залог успеха. Итак, добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер. Это программа «Сделка». И я ее ведущий, Алексей Веселкин. У наших участников есть уникальная возможность заработать огромные, огромные деньги. Итак, на кону 3 миллиона рублей. Ну что же, пора начинать. Добрый вечер, уважаемые участники. Добрый вечер. Здравствуйте. Прежде всего, поприветствуем нашего нового участника, участницу Лариса. Прошу любить и жаловать. С нами Лариса. Лариса. Ну что же, дорогие друзья, как всегда, с нами уважаемый банкир. Мы вас приветствуем, господин банкир. Именно его деньги находятся сегодня в наших чемоданчиках. Вы знаете, что самая крупная сумма – 3 миллиона рублей. Самая маленькая копейка, где находится какая сумма, в каком чемодане, не знает никто. Даже наш уважаемый банкир этого не знает. Но это не беда. Самое главное, чтобы нас не подвела интуиция и случай. Сейчас мы определим, кто же будет играть за этим столом. Сделаем мы это с помощью компьютера. Но до этого я хочу пригласить для участия в нашем беде перед вами чемоданчики с цифрами. А сейчас мы обратимся к компьютеру. Итак, внимание. Стоп! Александр! Александр Бармин! Александр Бармин! Саша! Ну что же, удачи вам! Берите ваш чемоданчик с номером 1 и милости просим. Я вас приветствую, Саша. Здравствуйте. Ну вы тоже у нас, собственно говоря, уже давно там маринуемый. Видите, как потрепался за это время. Ужасно, ужасно. Пятные, рванные. Тяжелая жизнь у вас там, знаете, стоять. И все котом азанец. Ужасно, да-да-да. Вот идите сюда поближе, посмотрите на кнопку. Бояться не нужно. Аккуратнее, аккуратнее. Я контролирую. Прижиматься не нужно к ней, но так посмотрите на нее. Значит, Саша, вы все помните, шесть чемоданов мы должны открыть. Открываем чемодан, эта сумма у нас исчезает из игры. Играем дальше. После вскрытия шестого чемодана звонит... Банкир. Банкир. И предлагает вам условия. Сделки. Вы человек, который не понаслышке знаете, что такое сделка, даже учитесь этому, как я знаю. Как называется заведение? Международная академия предпринимательства. Предпринимательства. То есть, собственно говоря, вы всю жизнь будете этим заниматься. Откройте чемодан, закройте, положите в него, отнесите туда, отложите... Так, ну открываем тогда суммы. Вот они. Смотрите. Итак, шесть чемоданов. Давайте, двадцать второй. Двадцать два, Тимур. Саша. Хорошо, Тимур. Правильно, правильно. АПЛОДИСМЕНТЫ Тимур у нас теперь закачившись. Закачившись. Ну правильно, да. Тамада. Вот вчера выступала Катя. Угу. С ней у нас сложились прекрасные отношения. АПЛОДИСМЕНТЫ А вот с Александром как-то не вяжется, да. В случае с тобой я такого сказать не могу. СМЕХ Поскольку соперничество мужчин до добра не доводит. Да, особенно в деньгах. Ежели... В деньгах. Ты будешь при желании продолжить наш занимательный диалог, я в твоем распоряжении. Не вопрос. Пять рублей. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Удачно. АПЛОДИСМЕНТЫ Как здорово. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Тимур. Все сказал, все самооткрыл и хорошее число еще там уже открыл. Я не сомневался. Собственно говоря, не нужно ничего делать вам. Следующий чемодан. Седьмой. Седьмой. Саш, как футбольный болельщик футбольному болельщику, я желаю тебе только победы. Владислав. Поэтому я это делаю прямо сейчас. Спокойно, спокойно. Секундочку. Ну-ка давай быстро, ладно? Вы сейчас смотреть будете туда. Не, уже все прям. А. Смотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Хорошо вы учитесь в финансовой академии. Предпринимательство и право, да, называется она? Азаронная академия предпринимательства. Предпринимательство. Я уже сам забыл. А, да, не надо, забудьте сейчас они об этой академии. Но учитесь вы, видимо, там хорошо. Ну, неплохо. Ну, да, если знаете, куда нажимать, какой чемодан открывать. Следующий. Тринадцатый. 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 Так. Александр. Так, во-первых, приятно, что вы молчите. Во-первых, уже приятно. Должно быть разнообразие, кстати говоря. Алексей, я так боюсь, что оттуда выпадут большие деньги, когда я его открою. Да, да, не пусть. Что я даже боюсь, открывать рот. Да, хорошо, я понял. Если я не боюсь, то чему я боюсь. Лучше открывать чемодан. Переживание, это очень хорошо. Все же товарищи. Итак. Открываем. А там. Виски. Нормально. Ну, в общем, вы были основания для боязни. Были. Давайте четвертый. Четвертый? Да. Ой, как... Михаил, как приятно, что у вас опять антенна. Это... Наконец-то. Наконец-то мы восстановили связь с космосом. Так ведь, знаете, трудно здесь без связи. Конечно. Так это замечательно. А я думал, мы вас уже теряем, понимаете? Потеряли просто, так сказать. Увы. Да. Санек, а надеюсь, что твой классный пофигизм поможет тебе? Разгильдяй. Да. Зашибись, вы сказали. Да, 25 тысяч. Нормально. 25 тысяч. Очень хорошо. Помог классный пофигизм, да? Все. Еще бы. Давайте. Одиннадцатый. Александр. Самое время помолчать. Можем. Открываем. Открываем. Да. И полтора миллиона рублей. Так. Правильно вы помолчали. Собственно говоря. Ничего страшного нет. Да, ничего страшного нет. Нет. Нет, 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 Саша. Ничего страшного нет. Тем более вам, человеку опытному, который собирается всю жизнь свою связать. Хотел сказать, с чемоданами, да. Да нет. Итак, у нас ушло полтора миллиона рублей. Фигня. Три миллиона остались. Остались. И миллион еще остался. Тоже хороший цель. 500 тысяч. Катерина. Ей на 300 не обломались. Да? Нормально, нормально. Вот хорошо. Вот совсем другой разговор. Мне нравится, кстати говоря. Да. Еще один. Давайте. Номер 9. 9. Саша, я, прежде чем открыть, хотел бы тебе сказать, что это всего лишь игра. Либо везет, либо не везет. Это точно. Вот это я тут согласен с вами. Сейчас посмотрим, везет или нет. Открываю. Да. Открываем. 50 тысяч. Буду считать, везет. После полутора миллионов, 50 тысяч. Вот телезрителей я хочу пригласить для участия в нашей программе. Незаметно мы прошли 6 чемоданов. И, естественно, как это не странно, ждем предложения из банка. Да, господин банкир. А, вы так, эту сумму, она так и называется. Смешные деньги. У нас есть смешной чемодан же ведь, в принципе, да? Номер 18. А есть смешные деньги. Хорошо. Давайте. Всего доброго. До связи. Банк предложил смешные деньги. Это сумма так называется. Смешные деньги. 18 тысяч рублей. Не обсуждается. Не обсуждается? Банк предложил 18 тысяч рублей. Сделка. Нет. 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 Продолжим. Да, конечно. У нас все в игре. 100, 300, 500, миллион и 3 миллиона. Три чемодана. Пятый. Номер 5. Виталий. Санек. Я хочу пожелать тебе, чтобы ты все-таки в этой игре выиграл как можно большую сумму. Но даже если ты не выиграешь... Какие мои годы. Тебе еще, да, у тебя все впереди. У тебя еще будет много-много денег и возможностей. Хорошо. Хорошие пожелания, кстати говоря. И с выигрыша купи себе новые джинсы. О, это мы устроим. Отлично. Открывайте. 2 500. 2 500. Могли бы 2 пары джинсов купить, сейчас одну получится у вас. Одна уже ушла. Итак, еще. Давайте. 15. 15-й. Ой, Николай, что это вы сейчас сделали? Ну что, я хочу сказать, что с Аньком мы живем в соседних номерах. Отлично. И что совсем недавно я брал у него стиральный порошок. Спасибо тебе большое за него. А он не помог. Обращайся. Да. Вот так, что я тебе желаю большой-пребольшой удачи. Ну, зашибись, Николай, зашибись. Ну, все, открываем. Давайте. Ну, 300 тысяч. Отлично. Вот это да. Дорогой порошок такой. Все равно с Аньком нормально все. 300. 300. 300 тысяч ушло. Полтора миллиона, двести. Но 500 осталось. Так что, и 100 есть. Миллион. О трех миллионах я, Саш, молчу. А что молчать? Я не здесь. А, здесь. Так, вот так спокойно. В чемодане номер один. Та-да. Проблем нет. Вскрывайте дальше. 16-й. Все для графа Бармлина. Василий. Готов? Всегда готов. Вася, секундочку. Я не открою. Секундочку. Вы же еще не готовы. Я только сел. Да, вы только проверьте. Предохранитель. Предохранитель, да-да-да. Предохранитель. Открывается он или нет, чемодан? Так, открываем. Вася. Пять тысяч. Пять тысяч. Вот это хорошо. Да. Неплохо. У-у-у. Ну что же, Саш, давайте дадим банкиру немного время подумать. Подумать. Конечно. А сами прервемся. Правильно? Перерыв. Может многое рассказать об игроках, которым везет? Мне предложили больше, чем до этого выигрывал кто бы то ни был. Или не очень. Вы видите, как интересно. Теперь он призывает новых участников испытать судьбу. Вот это да! Вот чтобы вот подумать. Новые участники. Это вы. С трех попыток здесь можно лишиться чувств. Звоните. 741-11-46. Пишите. Сделка собака. РЕН-ТВ. Мне нравится ваше предложение. И я вас приму. Ну вот мы возвращаемся в студию. Значит, мы остановились на том, что в принципе банкир должен подумать и совершить то, что он, собственно говоря, сейчас и делал. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Он нам звонит. С предложением, Саша. С предложением. С денежным предложением вы нам звоните, наверное. Здравствуйте, господин банкир. Да. А, были смешные деньги и смешные. А небольшие деньги еще. Оригинально. Спасибо. Всего доброго. Пару рублей прибавил? Да. Что вы. Он гуляет. 57 тысяч рублей. Александр. Не так все просто. 57 тысяч рублей. Представляете? Давайте, Саша, посмотрим. 57. Меньше, чем 100. Меньше, чем 500. Меньше, чем миллион. Ну и, конечно же, меньше, чем миллион. Да. Но больше, чем 10 и 15. Мне тех денег на обучение не хватит. Так. Согласен. Значит. Можно я процитирую одного человека? Процитируйте? Можно я Маркетвена процитирую? Кого будете цитируть? Маркетвена. Маркетвена давайте. Как он говорил, что банкир, это человек, который даст вам зонтик в солнечную погоду, чтобы забрать его в дождливую. За деньги. Вот это про нашего банкира. Ага. Да. Прекрасно, молодец. 57 тысяч рублей. Сделка? Нет. Нет! Смешно. 57 тысяч рублей. Ему шутки Петросяну писать надо. Да. Разбогатеть. Обращаясь к нашим телезрителям, вы можете заработать 50. 57 тысяч. Вам тут точно не нужно. Вы же, как я знаю, Саш, мечтаете жить в глухом и безлюдном месте на Рублевке, да? Неплохо было. Да? Мало того, еще же вы не один же там собираетесь как-то жить, а с женой именно красавицы. Как это странно. Правильно! Им на Рублевке главное, понимаете? Не на 3-х Рублевке, не на 10-х Рублевке. Какое место вы себе выбрали? Жена красавица. Ну, еще 3. Какой? 10-й. Да. Саш, надеюсь, что вчерашняя прекрасная игра Катеньки дала начало белой полосе, и тебе повезет. Да. Открывайте, Ричард. 500 рублей! 500. 500 рублей. Отлично. Отлично. Хорошо. Так. Ну что же. Давайте, не теряем темпы, еще левую колоночку потревожим. 21-й. Сергей? Что-то вы не улыбаетесь, Сереж, как-то. Без слов, без улыбки. Что там? Уже открываете? 10 копеек! Дорогие друзья! Я когда не улыбаюсь, сумма маленькая. Нормально. Пошла масть. А Серега-то главное. Первый раз? Первый раз за 10 лет не улыбнулся-то? Как знал? Такую интригу дал мощную, да? Обычно с таким лицом, наверное, 3 миллиона открывают, да? Как Катя сначала прощается со всеми. Я так тебя люблю, я так тебя любила. И такой для меня чудный человек, я для тебя все сделаю. Ты даже хочешь, чемодан с 3 миллионами я тебе открою? Пожалуйста, видишь? Как жалко! Как я любил тебя. Еще один чемодан. Давайте начнем с номера 3. 3. Наталья. Наташа. Вы к речи приготовились, да? Стихи. Наташа, да. Я могу, вы что? Вы что-то до завтра будете все слушать меня. А вы Гомера будете читать? Или Анна? Да, или Анна, конечно. Замечательно. Ну, давайте с самого начала, значит, стих первый, глава первая. Командуйте, Алексей. Командуем. Равняйсь. Смирно. Открываем. 15 тысяч. Нормалек, нормалек. 15 тысяч хорошо. Да, неплохо. 15 тысяч хорошо. Да. Вы можете выиграть 50 тысяч рублей. Отправьте смс-сообщение. 100 в игре. Тысяч. 500. 500 тысяч в игре. Миллион в игре. 3 в игре. 3 миллиона в игре. Да, да, да. У нас шансы отличные. Отличные шансы. Здравствуйте, что вы скажете на это? Да, да, за эти деньги прекрасно, да, да. В любом ресторане можем зажечь. Угу. Хорошо, господин банкер. Всего доброго. До свидания. Он растет в наших глазах. Да, Саша. Я рад. Значит, да. А я-то как радуюсь. Больше всех, собственно говоря, я рад. Слушай, мне приятно произнести предложение банкира. Итак. Он предлагает вам 132 тысячи рублей. На этом можно подумать. Да. Есть о чем подумать. Озвучиваю официальное предложение банка. Банк предлагает вам сделку. 132 тысячи рублей. Нет. 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 Да хорошо-то как. Да как отлично-то. Значит, вам остается после отказа открыть еще три чемодана. Да. Давайте. И банкир будет вынужден сделать еще одно предложение. Если у вас все получится, да, я бы хотел надеяться. Кто в этом сомневается? Да, 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 да. Давайте, Саша. Номер 20. Никто не сомневается. Номер 20. 20? Да. 20. По зале. Да? Да. Саша, я надеюсь, что интуиция тебя не подвела. Я тоже на это надеюсь. Готовы? Открывайте. Руба. Один рубль. Рубль ушел. Лежить не на рублевку. Рублевка. Представляете, не жить, вы думаете. И? Давайте номер 14. Татьяна там устала. А что с вами такое? Нет, ничего. Вечер, я понимаю, спать же хочется. Правда? Конечно. Можно? Можно? Освободим ее. Да? Можно? Да, можно, конечно. Качественно. 50 рублей. 50? 50? Молодец! 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 Еще один чемодель? Да, давайте еще один. А, Саш, скажите, а вы вот студенты, они же обычно бедные, в принципе, да? Я еще и работать успеваю. А где вы работаете? Я работаю помощником аудитором. А, то есть вы, собственно говоря, в этой системе-то? Да. У вас, смотрите, как интересно, вот в левом столбике 10, потом... 100. Прочер? Тысяч. 100. Прочер? Тысяча. 12. 12? Да. Так, Наташа. Тысяча рублей! Вот это да! Я исправилась. Практически нокдаун сейчас в банке. Это ситуация очень непростая, Саша. Конечно. Очень непростая. Банкир не звонит, давайте дадим ему время обдумать рассложившуюся ситуацию. Красота! И сделаем перерыв. Кси Веселкин может многое рассказать об игроках, которым везет. Мне предложили больше, чем до этого выигрывал кто бы то ни был. Или не очень. Выглядит, как интересно. Теперь он призывает новых участников испытать судьбу. Вот это да! Вот чтобы вот подумать. Новые участники. Это вы! С трех попыток здесь можно лишиться чувств. Звоните. 741-1146. Пишите. Сделка собака. РЕН-ТВ. ТОЧКА КОМ. Мне нравится ваше предложение. И я его приму. ТОЧКА КОМ. Ну вот. Мы вернулись. Мы из ночи в студии. Было время. У банка было время подумать. Ситуация действительно такая интересная. Интересная. Сложная. Сложная для банка. Для вас она сейчас прекрасная ситуация. Интересно, вот каково будет предложение. Здравствуйте, господин банкер. Да, понятно, понятно, понятно. Понятно. Бля, за это надо так вот заковыркать. Передумай. Передумай вот. Что вы предложили. Так. Мне-то что думать действительно. Пусть Александр думает. Что я на себя все беру. Бессмысленно это. Итак. Хорошо. Всего доброго. Идите сюда, Саш. Кнопки. Да. Вдруг. Вдруг. Вдруг ситуация же меняется. Знаете, действительно страшно на ваши джинсы смотреть. Вот. Хотя, знаете, можно счастливым в таких же всю жизнь проходить. Еще продать их выгибы можно потом. Конечно, еще продадим. Итак, банк в этой ситуации предлагает вам сумму. Какую? Большую. Да? Да, большую. Сумма большая, действительно сумма хорошая. 205 тысяч рублей. Играет. Это большая сумма, Саша. Поэтому чуть-чуть подумайте. Посмотрите на табло. Я готов. А, вы готовы уже? Конечно. Да что ж так все быстро-то? Да? А, что мне делать? С шансами вам все ясно? Да. Посмотрели, просканировали, поняли. Вы же профессионал, собственно говоря. Почти. 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 Аудитов. Готовы уже. Итак, предложение банка. Банк предлагает сделку. 205 тысяч рублей. Нет. Молодец. 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 Еще три чемоданчика. С циками. Три чемоданчика. Есть номер 19. 19-й? Я хочу Саше сказать. Светлана. Поступок был смелый, но правильный. Очень хорошая ситуация. Я уверена, что ты хорошую сумму выиграешь. Да. Но я хотела еще сказать, что Сашка такая душка. И мы каждое утро сидели рядышком и завтракали. И ужинали тоже. Но ужин как-то так быстро пролетал. А вот завтрак. Я сейчас стою и думаю, вот он уйдет. Как я буду завтра без него? Не знаю. Я приду. Удачи тебе, Сань. Вы готовы, Светлана? Я по... Можем. 10 тысяч. А вам везет так же. Смотрите. Есть немного. Ту-ту-ту. Ну давайте дальше. Номер... Два. Два? Да, два. Наташа. Пожалуйста, откройте чемодан под номером два. Миллион рублей. Миллион. У нас было предложение 205 тысяч рублей. Вы от него отказался. Возможно, правильно. Возможно, нет. А кто знает? У нас вот такие отказы были, знаете. Ну, Саша. Не так просто. Да, понятное дело. Нет, я не тороплю просто, так сказать. Я вам напоминаю, что придется все равно этот шаг сделать. Мы уже на финишной прямой практически. 6, 17. 6 или 17. Давайте номер... Номер 6. 6, Светлана. Света. Да? Света, почему ты сегодня такая вот вечерняя, красивая такая? Вы куда-то потом собираетесь после нашей программы идти? Саша в ресторан, конечно. Он сейчас 3 миллиона выиграет и пойдем. Мы все вместе пойдем. Ну, я о чем? Ну... 100 тысяч рублей. Да. 100 тысяч. Пуш. 100 тысяч рублей. Это в два раза меньше 205 тысяч, которые вам были предложены. Как интересно жить, Александр. Вы представляете, как все это любопытно. Да, господин банкир. Да. Банкир просит время подумать. Подумать. Что бы это значило? Да, а ему есть о чем подумать, кстати, говорю. Да? Хорошо. Саша, мы паузу еще... Хорошо, потом еще разочек перезвоните мне, пожалуйста, после перерыва. Думайте, думайте, да. Спасибо. Пускай подумает. Перестал попадать я сюда, знаете. Да, бывает. Вам помочь? Так, все нормально. Итак, перерыв. Алексей Веселкин может многое рассказать об игроках, которым везет. Мне предложили больше, чем до этого выигрывал кто бы то ни был. Или не очень. Выглядит, как интересно. Теперь он призывает новых участников испытать судьбу. Вот это да! Вот что бы вам подумать. Новые участники. Это вы. С трех попыток здесь можно лишиться чувств. Звоните в 741-1146. Пишите сделкособака.rentv.com Мне нравится ваше предложение, и я его приму. Итак, Саша. Я здесь, вы здесь, вы в студии. Продолжаем игру. Мы остановились на том, что банкир попросил тайм-ау. Да, подумай, да. Мы легко ему это разрешили сделать. Какие проблемы? Пусть подумает, да. И сейчас он, видимо, решил предложить вам некую сумму денег. Да. Что там такое? Я жду, ну что вы издеваетесь надо мной? Я издеваюсь? Зачем мне издеваться над вами? Это, это надо мной издеваются. Не восстанавливается. Я, например, конечно, не восстанавливается. Так я уже сколько здесь нервничаю стою. Сколько нервничаю стою? Только такие суммы слушаю, от которых вы отказываете. Как, знаете, мимо собаки, так сказать. Мясо мимо меня проносит так вот. А собак, а собак на проводе, на привязи стоит. Это я, знаете. 200 тысяч, я так только. 320 тысяч. Отказываешь. А что? 320? Да, 333 был отказ, помните? Не помню. А, помню, да, было, было. Не помните, а я помню. Я опять так. Опять. 333. Сколько? А, значит, сразу перехожу к официальной части. Да. Банк предлагает сделку. 437 тысяч рублей. Алексей, давайте я расскажу анекдот, по последней фразе которого вы все поймете. Сейчас, сейчас потише будет, потише будет, потише будет, потише будет. Вот, я сейчас расскажу про телефон телезрителям. Да, расскажите. Про телезрителям. Потом вы... Мне же тоже деньги нужны. Анекдот от Александра. Я внимательно вас слушаю. Ситуация. На деревню летит Змей Горыныч. На деревню летит Змей Горыныч. На деревню. На деревню. Да. Понятно. Жители прибегают к Алёше Поповичу и говорят, Алёшенька, миленький, выручай. В деревню летит Змей Горыныч. Сейчас прилетит, всё сожгёт, всё умрут, да? Ну, надо подумать. Сколько думать будешь? Неделю. Говорит, нет, уже будет там, в течение часа, да, здесь прилетит. Ушли. Приходит Никита Добрыннич. Никита, выручай, миленький. Надо подумать. Надо подумать. Сколько думать будешь? Ну, недельки, полторы, две. Говорит, нет. Ну, тебя. Прибегают к Алёше Мурунцу и говорят, Илюшенька, выручай, Змей Горыныч шутит. Надо, что ты помог. Сколько думать будешь? Чё тут думать? Сваливать надо. Ну, вот так весело. Сутками-требаутками на апреле 437 тысяч рублей. О-о-о-о. Хорошее решение, Саш. Правильно? Чё там уже мучиться? Да. Да. На обучение мне хватит, а дальше я уже... Нормально, это прекрасно. Своими... Прекрасно. Значит, Саша, давайте теперь вскрывать. Сейчас ничего не больно нам будет. Вскрытие будет легко проходить. 407. Без наркоза. 430. Какой бы следующий чемодан? 17. Так. 17-й чемодан. Чувствую, скоро в эфир выйдет игра, в которой участники будут бороться за Сашины джинсы. Да. Счастливая. Талисман. Открывайте его. Из проблем. Теперь можно быстро всё делать. 500 тысяч. Так. А вот дальше бы я подумал. Дальше, Саша. Потому что... 500 ушло. Если перед... 500 ушло. 18 и 8. Там 18. Какой? А 18... 18 и 8. Да, наверное, открыл бы 8. 8. 8. Прошу, Кастань. Итак, 8. 10 рублей. А вот сейчас позвонил бы банкир. Вот в этой ситуации позвонил бы банкир. Там осталось 100 рублей и 3 миллиона. Сейчас позвонил бы банкир. Уж точно. Это же понятно. Вот он звонит. Да, господин банкир. Ну вот вы тут бы позвонили бы, да? Как будто бы. И что бы вы сказали? Банк предложил бы в этой ситуации обмен. Обмен. Да. Вы бы предложили обмен. Да. Прекрасно. Банк предлагает обмен. А я бы оставил. Я бы не поменялся. Вы менялись бы или нет? Нет. То есть вот банк предлагает обмен. И вы... Два раза удача на одно число не попадает. Так, значит, банк предлагает обмен. И вы говорите... Нет. Нет. Тогда ничего не остается делать, как открыть... Лучше синицы в руках, чем утка под кровать. Это мы знаем. Вот как раз синица номер 18. Открываем? Банда, она же. Открывай. Открываем чемодан. Лариса. Номер... Три миллиона рублей. Ушла. Молодец. Итак. Молодец. 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 Ну, остается сделать самое приятное. Собственно говоря, открыли 100 рублей. Сколько же там, по идее, должно быть... По идее, 100. 100 рублей. Ну, открывайте, посмотрим. 100 рублей. Да, дорогие друзья. Только что Александр обменял... Александр обменял 100 рублей на 437 тысяч. вторник. Итак, это была программа «Сделка» и я, ее ведущий, Алексей Веселкин. Ну а сейчас мы прямо сейчас начнем подводить итоги СМС-игры. До встречи!